Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Я, как видите, уже немножечко утеплилась, потому что на улице холодно, у меня даже соседи включили отопление. Ну а сзади у нас, как всегда, лето, потому что я его хочу продлить как для себя, так и для вас. Поэтому давайте пока его оставим. Я сзади фон, я уже заметила, что вы все его замечаете, и я его меняю, потому что он то криво, а то как-то так, как-то так. В общем, все еще в процессе, все будет менять, так что если у вас какие-то будут идеи, можете подсказывать. Может быть, я чью-нибудь идею приму. Вот детали мелкие уже убрала, вот там птичка только, она не должна была попасть в кадр. Но, видимо, ей очень хотелось туда попасть. Пусть летит. Итак, сегодня у нас покупки фикс прайс, совсем забыла сказать. Фикс прайс, вы уже поняли, я его обожаю, фикс прайс, он супер, он дешевый и красивый. А особенно эта новая серия Шеби Шик, это вообще, это просто мое. У меня даже, как видите, и вот все сзади, оно спонтанно родилось именно вот этой серии, да, вот эти цветочки белые. Если бы я знала вообще раньше об этом стиле, я бы, честно говоря, уже давно на него подсела. А тут еще фикс прайс вообще задает моду. Но лично для меня, точно. В общем, сегодня у нас практически все покупочки Шеби Шик, потому что я в прошлый раз брала пару раз из этой серии что-то, да, и каждый раз жалела. Думаю, блин, надо еще, надо еще, надо еще. И вот нашла время сразу же, там, через какое-то время короткое. Я прям подошла к этому стенду и взяла практически все, чего у меня еще нет, и то, что есть, чтобы было. Потому что я боюсь, что это такая красота, которую разберут сразу. Ну и взяла некоторые еще вещи, у меня будут к вам вопросы, там ваши советы нужны будут. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, с чего мы начнем? Давайте я начну с этой же коллекции Шеби Шик, что я еще все купила. Помните, я покупала вот такие вот наклеечки, да, и я сказала, что наберу всех цветов наклейки. На самом деле нет. Мне нравится именно вот этот цвет, которым я обклеивала рамочку. Именно вот эти розочки, именно вот эти надписи, мелкие, крупные эти печати. Вот прям вот оно идеально. Вот то, которое другое, с мелкими цветочками, где-то зеленый, вот это же не мое. Вот это мое. И, конечно, помимо той клейки, которая у меня есть, я купила еще две, потому что, в общем, у меня в процессе перестановка, многие, кстати, просят меня рум-тур снять. У меня рум-тур уже есть. Вы можете посмотреть это во влогах моих в плейлисте. Ну, я скидываю в комментарии, кто просит. И там у меня вот изначально как все было. А сейчас я делаю небольшую перестановку дома. И в начале октября я сниму новый рум-тур. И вы можете заодно посмотреть, как у меня было и как у меня будет. И я собираюсь вот как бы все вот это вот туда в дизайн. И потом все расскажу и покажу. Это очень интересно. Также я купила вот такие наклейки, потому что они тоже мне пригодятся. Они тоже вот из этой всей серии, да. Свет падает. В общем, вы поняли. Клетки, бабочки и розы. И вот такая штука, которую тоже можно применить. Но ее больше всего, наверное, на какие-то прозрачные поверхности клеить. Потому что она очень красиво смотрится на баночках, на прозрачных, да, на вазах каких-то таких. В общем, короче, наклейки вообще никогда не бывают лишними. Клей себе и наслаждайся. На зеркало, кстати, можно наклеить. Да, у меня сейчас сердечки. Кстати, на зеркале очень клево будет смотреться. Можно будет на одном приклеить. Дальше это из того, что я уже видела. Я, кстати, хотела взять. Я помню, мы с мамой заходили. Говорю, мама, ну давай возьми, ну давай возьми. Но она такая красивая. Потом, да ну зачем, ну тебе там это куда? В общем, я взяла их. Эти две наволочки вот такие вот. Они реально очень крутые. Я их когда увидела у блогера, у Лины, да, мне очень понравилось. Но я просто подумала, что... Ну, у меня, во-первых, нет таких подушечек, да, чтобы класть. У меня 40 на 70, которые я впихнула вот в эти свои из фикс прайса. Вы помните, я рассказывала вам. А здесь не застегивается. Здесь оно как бы захлест друг на друга. И если я буду всовывать сюда больше подушку, естественно, она не очень как бы будет, я так думаю. Но посмотрим. Если влезет, то вы увидите у меня на фоне вот эти тогда наволочки. Скоро буду их менять. Но я решила, что ничего страшного. Я хочу такой фон. Я хочу такие подушечки. И ваш глаз радовать, и мой глаз радовать. Поэтому, если не подойдут эти, я куплю специальные 40 на 40. Но они реально красивые. Посмотрите, у них вот такая вот кромочка красивая, да. У них вот такие нежные цвета. Здесь матовая она с одной стороны. Здесь, конечно, она блестящая. Но мы не будем этой блестящей стороной ставить. В общем, я купила две, девочки, специальные для вас, для фона. Для нас, для красавиц. Мне кажется, именно вот женское что-то ассоциируется вот с этим, да. Ну, если брать женское что-то нежное, да, а не каких-нибудь роковых стерв. Это тогда предыдущее, там, где уши я покупала из Алиэкспресс. Это у нас уже... В общем, мы должны быть разные, да. У нас сейчас нежность пошла. Дальше я вот такую вот коробочку тоже видела уже. Но почему-то железная я не очень люблю. Но вы знаете, для чего я ее буду использовать? Так как у меня идет перестановка, у меня появится много-много места и открытого места, где должно выглядеть все красиво. Потому что сейчас у меня все навалено. Все везде, ну, как бы... У меня такой хаос, знаете. То есть, если сфотографировать и сделать такую... Как ее называют? Эффект в Инстаграме, да. То у меня получится все такое белое-розовое. И вот все-все-все-все-все-все-все. Вот такой вот такой хаос. Но оно и прикольно. Вот так, да. Но мне хочется, чтобы у меня был полный минимализм. Я бы вообще такая сделала, знаете, по периметру шкафы. И чтобы все туда спрятать. Я хочу, чтобы все было закрыто, шкафы закрыты. И вот заходишь, и ничего нет. И только когда ты открываешь шкафы, вот там уже вот это все происходило. Весь хаос творческий мой, да. А так получается у меня сейчас все на виду. А мне хочется все это скрыть. То есть, вот я такая, да. То есть, с виду должно быть все скрыто. А внутри, хо-хо-хо, зайдешь, не уйдешь. Как мой любимый. Вот так вот. Зашел в мой внутренний мир и выйти оттуда не может. Там столько всего. В общем, вот такая коробочка железная у меня ассоциируется. Да, я начала с того, что я в нее буду ложить. И закончила своим любимым. Это я могу. Это же женская наша. Нитки. В детстве у нас железные коробочки. Только она была круглая, из-под печенья. Крутого какого-то импортного. Да, мы шиковали в детстве. Иногда. Это я так накидываю на себя. Вот. У нас в круглой коробочке лежали ниточки с иголочками. И вот такая коробочка. Ничто иное, что там будут ниточки с иголочками. Никогда я их не потеряю. Потому что сейчас я все время ищу эти ниточки с иголочками. Они у меня тоже в одной какой-то пластмассовой. В общем, мне не нравятся. Вот хочу сюда. Ниточки с иголочками. Может, я шить начну? Идеи в голове. Господи. Фонтанище бьет. Вот. Из того, что я уже видела. Это, естественно, вот такие наклеечки. И у меня они тоже были. Но я решила, так как, думаю, скоро все разберут. Взять, естественно. И вот эти вот цвета мне больше всего понравились. Там есть еще многие разные. Но мне именно эти понравились. Как бы вам показывать? Вот. Да? Смотрите. То есть розовая вот эта самая шикарная вообще. На втором месте у меня идет вот эта вот. С бежевенькой, с белым. Ну, а это однотонные. Мы обязательно найдем, куда их применить. Это такие тканевые наклейки. Кто не знает, кто еще не видел. Мне они очень нравятся. Они очень красивые. Тоже можно декорировать баночки. Как у Лины. Мне очень понравилось, на самом деле. И, в общем, я придумаю еще. Найду, куда это все применить. Все вам покажу. Когда доделаю просто. Хочу, чтобы все уже было сделано. И тогда я буду рассказывать каждый уголок своей комнаты. Также новое, что я там, например, не видела, либо я не обращала внимания. Вот из этой шабишик. Это вот такие вот вешалочки. Я не знаю, кстати. Я их еще не видела ни у кого. А может быть, я просмотрела. Вот такая вешалочка. И хочу я ее как раз-таки на шкаф белый. Вот знаете, сбоку, если шкаф стоит, то сбоку, например, у кого есть возможность, или внутри где-то повесить. Во-первых, это красиво. Можно халатик повесить, если это снаружи. Или внутри можно также повесить какие-то вещи, которые вешаются. Логично, да? У меня вообще логичная девчонка. Ну, короче, я купила вот такие две штучки. Потому что они красивые. Вешалочки эти сзади вешаются на шурупчики. Можно либо саморезить. Но лучше на саморезах, чтобы было как следует. Тяжелый халат можно было, чтобы повесить. Или несколько десятков халатов. Лучше на саморезы. Но я попробую на такие гузики, которые прибиваются. Тоже повесить. В общем, вот так вот она вешается сзади. Все красиво. И еще, что я нашла. Я тоже этого не видела раньше. Ни у кого не видела. Или я слепая, опять же повторяю. Но для меня это было новинка. Вот такие две коробочки. Тоже из этой серии. Но они у меня, естественно, будут там для чего-нибудь. Тоже я их положу. Они очень красиво смотрятся. Небольшие. Чуть-чуть меньше, чем те розовые с белым, которые я покупала. Ну, кто следит за моим каналом, за моими видео, те знают. В общем, вот это все, что было из серии Шиби Шик. Ну и, соответственно, мама просила меня точилки для ножей. Мы их сегодня попробовали. Мама сказала, классная точилка для ножей. Точит хорошо. Все нормально, да? 50 рублей. Мы ее испробовали. Так что, у кого тупые ножи, и нет мужчины дома, когда нужно, или он не любит точить, пожалуйста, точилка FixPrice всегда придет на помощь. Точилка, она, кстати, у нас написано, что она не только для ножей, но и для ножниц. Что для каждой девушки, да? Что-то порезать все время. Она сейчас звенит. А это еще игрушка для детей. Погремушка. Но я бы не стала, как бы, конечно, с наждачкой детям давать играться. Так что, если у кого-то такая же больная, шальная идея проскочила в голове, не берите в голову. Это шутка. Ну и купила вот такие вот текстовые делители. Купила их, потому что, опять же, я ищу для ваших сигн, чтобы писать вам что-то красивое. Потому что, ну, я попробовала, не очень хорошо, на самом деле, видно вот эти вот на стекле. Так что у меня уже маркеров. Я не знаю, я скоро могу магазин свой открыть с маркерами. Все равно не очень ярко пишет, поэтому я продолжу писать своим черным фломастером, который стирается там двумя тряпками. Видите, как я мучаюсь для вас. Но я хочу найти черный фломастер. Или если он хотя бы фиолетовый будет, чтобы он прям ярко, насыщенно писал. Вот в фикс-прайсе я пока что не нашла. Из того, что у меня есть, не красит так хорошо. Поэтому просьба подсказать мне, где можно взять фломастеры, что на них должно быть написано, чтобы они хорошо писали на стекле. Это для вас же, потому что я хочу сигны вам писать яркие и красивые. Ну вот и все у нас с фикс-прайсом. Надеюсь, мое видео понравилось. А сейчас сигны моим подписчикам. Передаю привет Ирине Пермяковой. Она сказала, что у нее полкласса сделали такие ручки, которые я делала из пистолета фикс-прайс. Полкласса. Кто ходит с такими ручками, я передаю привет. И тебе, Иришка, тоже. Привет для Алины Лайф. Привет Аделина Рамиева. Привет для Насти Кит. Ну и последний привет я передаю Маше. На самом деле, я записала ее имя, но потом я долго думала, как же читается, потому что некие такие разные. Маша Машика или Маша Маишка. В общем, я записала, и я так говорю, передаю привет Маше. А Маша сама разберется, как там правильно. Ну вот, мои хорошие, вот и все. Я передала вам всем приветы. Понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто первый раз. Оставляйте заявочки на сигны, на приветы под любым видео, в принципе. Если я его увидела, я написала, что вы в списке, значит, вы в списке. Ждите свои сигны. Вас очень-очень много, и все больше становится. Постараюсь всем-всем-всем передать приветы. Ну а также, кто получил свои сигны, делайте скриншоты и оставляйте ссылочки на мой канал, на это видео, где вы находитесь. И пусть о нас узнает весь мир. Ну а с вами была я, Селена Своей. Мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Добро, добро побеждает золо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok